Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, весна в полном разгаре, но я поняла, что у очень многих моих зрителей холодно до сих пор так же, как и в Италии. Тем не менее, мы продолжаем смотреть, что же модно этой весной и этим летом, и витрины заполнились уже действительно летними вещами и летними красками. Яркие краски вообще отличают этот сезон. Очень любят итальянские модницы принтованные брюки. Брюки могут иметь совершенно любой принт, любой рисунок. Чаще всего в Италии он именно геометрический, и смотрится, наверное, такой рисунок более эффектно на второе место по популярности и по эффектности. Я бы поставила цветочный принт, который в этом сезоне преобладает. Цветочный принт является абсолютным трендом. Он появился там, где раньше его не было, например, на блузах. Раньше хлопковые блузы были просто белыми. Теперь, как правило, это все-таки буйство цветов и красок. В этом сезоне очень популярны блузы в викторианском стиле. Это кружево-кружево, еще раз кружево и воротничок-стойка. Такие блузы предложили очень многие марки. Они есть в Максмаре, они есть в Луизе Спаньоле. Очень много маленьких марок скопировало эту тенденцию и предложило блузы, которых мы давно не видели. Все это легкое, полупрозрачное, абсолютно летнее. Мы в Италии будем носить в том числе с обувью, которая во всем мире не ассоциируется с летней. Это, конечно же, не просто летний ботильон. Полусапожки, а полноценные сапоги, которые на самом деле не отличаются ничем от своей зимней версии. Просто носим мы их летом и притворяемся, что нам, в общем-то, не очень жарко. Хотя, безусловно, все это происходит до определенных температур, потому что потом становится действительно на самом деле жарко. Брючный костюм, если еще не поселился в вашем гардеробе, обязательно примерьте. В особенности белый брючный костюм всегда вас выручит. Белые брюки самостоятельно носятся прекрасно и смотрятся очень хорошо в любых компоновках. Также белый пиджак, это всегда нарядно, благородно, красиво и элегантно. Ну и, конечно же, сам по себе белый костюм выручит вас с оказией, когда нужно отправиться на какое-то событие. И белый костюм удивительно, но при соответствующих аксессуарах это те же самые белые кроссовки-кеды, либо обувь на плоском ходу, и, возможно, на плоском тракторном ходу. Это тренд этого сезона, а все это будет актуально смотреться с нарядным белым костюмом, либо как альтернатива нарядный яркий костюм, но все это будет смотреться при определенных аксессуарах, в том числе и в городе. Вообще необходимо заметить, что тема костюма держится в трендах на протяжении нескольких последних сезонов, не только летних, но и зимних. Костюм это очень популярная история, по крайней мере здесь в Италии. При этом костюм, как я часто говорю, может быть не только брючным и не только юбочным. Здесь на самом деле важно понятие комплекта. И ваш костюм вы можете составить при помощи ваших любимых брюк, либо юбки и блузки, либо рубашки соответствующего цвета. При этом фактуры могут не совпадать, и даже лучше, чтобы фактуры не совпадали. Так вы получите более сложный образ при всей его простоте компонентов, потому что, когда нам жарко, когда мы выходим на жаркий и теплый сезон, то, как правило, многослойность исключается, и мы можем играть на разных фактурах. Например, брюки из триоцитата будут очень красиво смотреться с льняной рубашкой, совпадающей по цвету с брюками. Очень много кружева, и кружева перестала быть материалом для вечерних нарядов. Очень много кружевных брючных костюмов, которые нам предлагают носить с кедами, либо с сандалиями на плоском ходу. Белые брюки, возможно, кстати, от брючного костюма. Конечно же, в Италии популярные, на мой взгляд, никогда не потеряют своей популярностью, уж тем более летом. Сейчас они изготовлены из более тонких материалов. Это, прежде всего, лен, тонкий хлопок. Кстати, могу сказать, что найти свои идеальные летние брюки гораздо сложнее, чем найти и сделать это в зимний сезон, когда ткань более плотная, не просвечиваются карманы, не просвечиваются все детали швов. И летом я бы рекомендовала все-таки ориентироваться на белые джинсы. Найти свои идеальные белые брюки-джинсы гораздо проще. Обувь в Италии самая разная. На самом деле, это, на моей памяти, самый яркий обувной сезон. Модно абсолютно все. Любые модели. Более того, модельный ряд чрезвычайно разнообразен. Все, что вам нравится, в этом сезоне вы можете носить. В отношении цветов тоже нет никаких ограничений. При этом не устаю повторять, что если ваш гардероб достаточно классический и, возможно, выглядит не так остромодно, как вам бы хотелось, добавьте обувь летнюю на тракторной подошве. Это, прежде всего, макосины и также босоножки на тракторной подошве, либо на плоской платформе, то есть платформа, которая равномерна. Несколько сантиметров спереди и столько же сантиметров в районе пятки. Такая обувь смотрится очень актуально. Я не большой любитель такой обуви, но если говорить о том, чтобы превратить не очень современный гардероб в остромодный, либо при минимуме затрат получить действительно актуальный образ, актуальный ансамбль, добавьте остромодную обувь, которая никак не выглядит классически. Она зачастую и женственно не выглядит, но при этом действительно обладает этим магическим способом, свойством превратить любую компоновку в современную. Также мне хочется отметить очень красивое сочетание любой одежды и любых ансамблей с сандалиями. Очень часто именно с сандалиями на плоском ходу. Ваш привычный брючный костюм будет смотреться очень здорово с сандалиями. Если возможность позволяет, если вы работаете, и дресс-код не очень строгий, попробуйте такой интересный прием для офиса. Это как раз-таки подходит тем, кто также, как и я, возможно, не приемлет современную обувь на тракторной подошве и также на равномерной платформе. Соломенные аксессуары – это ремни, сумки и, конечно же, детали на обуви. Это то, что позволит вам выглядеть по-летнему, получить летнее настроение, даже если вы используете самые обычные ансамбли и компоновки. Рубашка, еще раз рубашка. К рубашке, возможно, шейный платок, как только что мы с вами видели. Такое сочетание, как шейный платок, небольшой шарф, либо небольшая шелковая повязка, которую можно носить и крепить на волосы, можно носить в качестве браслета. Плюс рубашка – это сочетание, которое я достаточно часто вижу на витринах, но которое достаточно редко встречается на улицах итальянских городов. При этом это очень простой способ при минимуме затрат и минимуме усилий выглядеть действительно очень эффектно. Ну что ж, белые блузы плюс крупные украшения, возможно, выполненные из дерева. Это всегда актуально и красиво. Посмотрите, снова прекрасное сочетание белой рубашки и очень необычной фактурной юбки. Такое сочетание я много раз показывала в своих лукбуках. Оно тоже одно из моих любимых. Благодаря тому, что всегда такое сочетание выглядит очень эффектно, украшает любую модницу, и при этом можно составить подобный комплект из вещей, которые имеются у нас в гардеробе. Если белой рубашки у вас нет, и вы ее можете всегда позаимствовать в мужском гардеробе и непосредственно в мужском отделе приобрести. Я убеждена, что именно мужские рубашки на женщинах выглядят гораздо эффектнее, лучше и женственнее. Пример витрины Луиза Спаньоли, которая показывает нам контрастный образ. Посмотрите, белые брюки, то есть светлый верх, темный низ. Пример очень красивого сочетания фуксия. Фуксия цвет достаточно популярный и летом в том числе. И посмотрите, как красиво смотрится фуксия плюс оранжевый. Такое сочетание цветов нам многократно показывала именно Макс Мара. Любители ремней могут взять на заметку, что ремень можно носить вот таким образом под верхнюю одежду, под пиджак, оставляя верхнюю одежду и пиджак расстегнутым. Могут взять на заметку себе такой способ, как раз таки те, кто полнеют живот. Я долгое время так и носила ремни. Это позволяет пользоваться этим красивым аксессуаром и при этом не подчеркивать свою полноту в талии. Интересный прием носить привычную любимую нам рубашку, сочетая ее с футболкой, либо с майкой, либо с топом на тонких бретелях. И как нам показывают в этом сезоне, рубашка при этом может оставаться расстегнутой, частично заправленной, либо завязанной на узел. Необычный прием, укороченный кардиган поверх рубашки, но мне кажется, что на реальном человеке это будет смотреться слишком громоздко, хотя если вы достаточно танкистаном, я бы такой прием рекомендовала примерить. Это необычно, такое редко встречается. Ну что ж, вот он брючный современный костюм прямого кроя, пиджак длинный и достаточно узкий, в любом случае не оверсайзный в плечах, но носим мы современный брючный костюм вот с такой обувью. И такую формулу предложили абсолютно все марки без исключения. Сейчас перед нами витрина марки Пезерико. Напишите в комментариях, интересен ли вам обзор из этого магазина, потому что мне разрешили снимать внутри. И помимо Пезерико такую формулу предлагают нам витрины Максмара, витрины также Лиу Джо и многих других марок. На самом деле вот такие сандалии, как я люблю говорить, на вариация на тему ортопедической обуви, они в этом сезоне очень популярны. В этом сезоне широко представлены толстовки и худи. Их мы носим тоже с достаточно классическим низом. Это может быть платье, юбка очень романтичная, либо классические брюки прямого кроя со стрелкой. Также интересным кажется решение носить под худи, под свитшот с капюшоном самую обычную классическую рубашку. И такое сочетание прекрасно себя будет чувствовать и очень хорошо будет смотреться под тренчем. Тренч это наиболее актуальная верхняя одежда здесь и сейчас, гораздо более популярен тренч, мы это заметим на стритстайле, чем без подкладочное пальто, хотя в предыдущие сезоны, в предыдущие года было наоборот, без подкладочное пальто было очень популярно. В этом же сезоне тренч стал, как я уже много раз отмечала классическим. Он достаточно узкий в плечах, он не расклешенный и не широкий, как было в прошлых сезонах, в особенности это было явно видно как раз таки прошлой весной. Нет, тренч выглядит классически, цвета также классические, хотя есть и тренчи ярких цветов, хотя это скорее дань тренду вообще на яркие цвета и ярких цветов может быть любая одежда, не только тренч. Ну что ж, мои прекрасные зрители. По традиции говорю, что на сегодня это все, я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего настроения, прекрасного дня, мы увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока!